Продолжение следует... Это столичная Московская Петроград, Петербургская, Петроградская еврейство составляло в конце концов какой-то единый, если не круг, то по крайней мере мир, где каждый был с друг другом связан, знаком, если не непосредственно, то посредственно через кого-то, через своих родственников, через знакомых, через еще чего-то читал, переписывался и так далее и тому подобное. И поскольку эти люди, как я уже, наверное, сумел эту мысль выразить, были сливками еврейской интеллектуальной мысли и самых разнообразных процессов, которые происходили в русском, в русско-еврейском и в чисто еврейском обществе, поэтому очень трудно отделаться от ощущения того, что все это происходило в каком-то одном вариве, в одном котле, в одном бульоне и так далее и тому подобное. Мы сегодня, как бы, так сказать, немножечко сдвинем наш формат на другие фигуры, которые, скажем так, ну, чтобы сразу назвать вещи своими именами, были ближе к сионизму. Ну, по крайней мере, главная, заглавная фигура, о которой мне хотелось бы поговорить, был человеком-сионистом, я не знаю, по рождению, но уж по призванию точно, и закончил свои дни он в Палестине, даже уже в Израиле. Существом погиб в Израиле после объявления уже государства, это случилось летом 48-го года, Лев Яфы, Лев Борисович Яфы погиб от бомбы, разобавшейся на территории Сахнута, которая, как бы, так сказать, вот, унесла и его жизнь. Но обо всем по порядку, обо всем подробно. Мне хотелось с самого начала все-таки еще раз склеить, чтобы у нас не было такого ощущения разрыва, что мы, так сказать, говорили об одном, теперь говорим о другом. Еще раз, как бы, настаиваю, вплоть до занудства, настаиваю на том, так сказать, что все эти пазлы, как бы, ходили один в другой, и эти люди были так или иначе взаимосвязаны. Даже если они, как бы, так сказать, и идейно не соприкасались, и даже если друг от друга отталкивались. Я приведу только один момент, а потом, как бы, уже мы непосредственно приступим к самому мясу и крови, басару и дам, самого материала, к самому кругу. Значит, Цетлин и Яфы, они учились вместе в Гигельбергском университете. Мы говорили о том, что, в общем-то, этот круг социалистов-революционеров, людей, которые кормили русскую революцию, которые непосредственно участвовали, которые проповедовали ее идеалы, и даже после того, как все закончилось великим поражением, разгромом и так далее, они знали друг друга, то есть с молодости. Ну и весь этот круг. Я его хорошо представлял, знал, поскольку учился, общался, хотя и жили они потом в несколько иных мирах. Если вы помните, я говорил о том, что в 1942 году, когда семья Цетлина бежала из Франции, оккупированной немцами, и попала в Нью-Йорк, то Михаил Осипович и Марк Александрович Алданов, они создали журнал, который существует до сегодняшнего дня, так называемый «Новый журнал». Действительно, достаточно интересный журнал, особенно в те годы, но, в общем-то, держит Марку до сегодняшних дней. И Яфы, который в это время уже жил в Палестине, он иногда, поскольку он возглавлял, я обо всем этом скажу подробнее ниже, поначалу, если бы хотелось бы обозначить эту встречу и запись дневниковую самого Яфы о Цетлине, Яфы, который жил в Палестине, он обещал, что Соединенные Штаты Америки, он возглавлял коренная сон, то есть основной фонд. И был фигурой, ну, одной из заглавных фигур в палестинском юрийском Ишуме. В 44-м году, осенью 44-го года, он побывал в Нью-Йорке и встретился там с Цетлином, со своим давним знакомцем. Цетлина не станет через год, он умрет в 45-м году, но Яфы успешно встретится, сделал такую запись в своем дневнике. Я ее сейчас зачидаю. 18 октября 44-го года он записывает. Один вечер провел у Михаила Цетлина, редактора нового журнала, выходящего раз в два месяца. Цетлин, внук Кальман Зеева Высоцкого, ну, это мы уже все хорошо знаем. Он милейший человек. Русский поэт и прозаин. Опубликовал книгу стихов, у него несколько стихов, но к тому времени, в 39-м году, перед Второй мировой войной, когда он еще был в Париже, у него вышла книга, я о ней не говорил, она немножко далека от нашей темы. Так он всю жизнь занимался историей декабризма и написал книгу, называется «Кровный снегу», где по существу обозначил портреты декабристов Николая II, ну, как бы, так сказать, декабристская тема. А потом выпустил роман в первом издании, и успел его еще, я, он успел, сам Цетлин еще при жизни, он вышел, потому что второе издание вышло уже после его смерти. Это «О, могучая кучка», это композиторы русские, мусорские и так далее. Значит, он пишет, что он выпустил, опубликовал книгу стихов, имеется в виду «Кровный снегу», написал книгу о русских композиторах. Понятно. Когда я видел его в Париже, 4 года назад, встречались они перед Второй мировой войной, в Париже, впервые после чем 30-летнего перерыва, то есть, как бы, так сказать, до этого времени в России, они встречались редко, но мы же учитываем, что я в, я еще скажу об этом, в 19-м году уехал из России непосредственно в Палестину, Цетлин жил в Париже, в политической эмиграции, 30-летнего перерыва, он сказал, я выступал против вас на студенческом собрании, имеется в виду «Гильденор», но думаю, что вы тогда были правы. Как-то он сказал мне здесь, я стыжусь, что не отдал свои силы моему народу, а сейчас уже поздно. В последний вечер он мне сказал, жаль, что я не знаю иврита, а то бы мог что-нибудь сделать. Преподавателем иврита у него был Равницкий. Это мне неизвестная фамилия, Равницкий. Атология Гады? Да, совершенно правильно. Крупнейший издатель, Одессин, ближайший друг Бялика, с которым они создали издательство «Морье» еще в Одессе, потом это издательство переселилось в 21-м году в Берлин. А потом Равницкий кончил свои дни в Палестине, в Израиле, крупным общественным деятелем, в основном на издательском поприще. А поскольку Цетлин, семья была изгнана, я не помню, говорил ли я об этом, из Москвы в 92-м году, изгнание евреев из Москвы в 92-м году, Сергей Александрович, брат Николая II, Дианин, спасибо, которого потом социалисты-революционеры копнули, ну не только за это, а за многие другие его прегрешения. И в 92-м году Цетлин оказались в Одессе, где Равницкий обучал Михаила Осиповича ивритов. Иврит, видимо, не давался, потому что ивритов он не знал. И так, в Одессе 92-го года, после высылки ивреев из Москвы, обосновала себя Цетлина. Но обучение строилось таким образом, что ученик быстро забыл все, чему его учили. Кузен Цетлина, я думаю, помните, мы говорили с вами об Абраме Гоцах, о браках Гоцах, другая ведь, Высоцких. И они были одесситы. То есть Равницкий обучал и Гоцов. Гоцов – это один из самых крупных российских террористов, видимо его обучал ивритов. Здесь просто не названа фамилия. Значит, Кузен Цетлина получал от старика Высоцкого рубль за каждое выученное наизусть стихотворение Гордона. Ребенок заработал 90 рублей, но значение слов, которые произносил, совершенно не знал. С тех пор он возненавидел иврит. Кузен Цетлина, Михаила Абрама Гоцы, оба отдавшие свои жизни русской революции, были лидерами партии социалистов-революционеров. Их отец дал деньги, на которые была приобретена земля в Явне, для строительства Ешивы. Я об этом вам говорил, что Абрам Год закончил свой не в лагере, а, так сказать, владел землями в Палестине. Значит, связь была, но об этой связи мы сегодня просто не будем говорить, поговорим о других вещах. Я посылал вот это вот стихотворение, представляющее собой, ну, некоторую загадку, хотя вообще-то не такую большую загадку, и попросил, вот, значит, подписано оно именем Андрея Соболя, героем нашего следующего занятия завтрашнего. Написано оно в восемнадцатом году. Кому оно посылало? Видно? Ложатся тени в круг усталых глаз, Еврейский глаз, подернутых печалью. В пустынной тьме мы слышим Божий глаз. Брешит бара, как бытия вначале. Опять свое величие явит Он, с Брешит бухой Он. Раздвинутся небес глухие своды. И я увижу этот дивный сон, Сон, как надежду моего народа. Опять с небесных крыш прольется щедрый дождь. Внезапно злая ночь уступит власть восходу. И вновь, почти как встань, Объявит мудрый вождь, Что сбылся сон веков, Что мой народ свободен. Я верю в эти сны. Мечта в веках живет. Фантазия не снег, Весною не растает. Фантазия, смотри, И дышит, и цветет, Едва она судьбой Пророчествою станет. Вопрос понятия, да? Когда для смерти умолкнет шумный день. А, то есть вы ищите, как бы, так сказать, Аналоги в классических текстах. Рихмическое. Я понимаю. Я не стал бы этого делать. Я думаю, ответ, в общем-то, на поверхности, Поэтому... Так. Миша, можно увеличить? Да, пять. А, хоть пять. Здесь больше не столько знания классических текстов, Сколько, 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 что, где, когда. Но если просто не хочется терять время, Что? Я не вижу просто. Люда, ну так, подойдите ближе. Никаких вообще, так сказать, проблем. Надо сказать, кому это посвящено. Кому посвящено. Ну, а не самому ли учитель. Что? Не самому ли учитель. И, ну, чуть-чуть громче. Да, не самому ли учитель, или еврита. Нет, ну это как бы не Яфа писал, это писал Соболь. Это писал Соболь. И посвятил кому-то. Ну, ребятки, ну, посвятил Лейбу Яфы. Ну, это же совершенно понятно. Ну, а Кростих? Ну, первые группы складаются, первые группы по вертикали Слагаются в посвящение. Так называемый Акростик. Так сказать, техников. Нет, не слагаются. Почему? Лев, это Б, это, мы считаем, Б, Как Брешит, это, как бы, так сказать, написано у него. А, Борисович. Борис, Борисович, Борисович, Яфе. Лев, Борисович, Яфе. Ну, о связи Яфе и Соболя мы поговорим, наверное, все-таки лучше завтра, поскольку это будет мешать какому-то сегодняшнему, по крайней мере, стройному изложению. Я только хотел обратить внимание, что Яфе – общественный деятель, поэт, прозаик, редактор, издатель. И самое главное, внутри всех этих, как бы, так сказать, его должностей и титулов, это человек, который, как никто другой, я, например, просто не знаю других имен, который бы так тесно связал русскую и еврейскую культуру, который был бы человеком, который выступал в роли моста, своеобразного гешера, соединяющего тот и другой мир, в культурном, прежде всего, отношении. Несколько примеров я сегодня приведу. Вот, скажем, один из них. В 2018 году, то есть ровно в том году, когда ему было посвящено секретление Соболя, и я думаю, что эти события очень связаны, он издает однодневную газету, которая называлась «Еврейство и Палестина». Московская газета, в которой участвовал в основном цвет еврейской интеллигенции, но среди них были многие русские крупные общественные деятели. Такой вопрос, действительно, не очень теряя времени, если это неизвестно, то не будем этим заниматься. Вы знаете какие-то совместные издания, где была бы представлена бы интеллигенция российская, причем крупные политики, общественные деятели, писатели, поэты, духовные войщи, что называется, поколения, и в том числе еврейские, где бы они вместе соединялись, как бы выступали на одной площадке. А это мы, к примеру, спросите, какое время? Это мы говорим про время, условно говоря, такие прецеденты были раньше, но мы говорим условно, поскольку, так сказать, их было больше время Первой мировой войны и чуточку позднее. То есть между периодом Первой мировой войны, если так можно условно сказать, и революции. Это, в общем-то, одно и то же время, но... Ну нет, я знаю, что в 20-е годы, когда была политика коронизации, когда идешь, там, наедешь, проводили шедевры, это все еще поддерживалось. И я сейчас... Это правда, но я сейчас просто больше говорю о русском языке, поскольку, как бы, так сказать, объединял все-таки русский язык. Ну, был же у Горького проект евреев. Совершенно правильно. Горький это... Совершенно правильно. Это, как бы, было чуточку раньше. А если, как бы, так сказать, продвинуться, опять-таки, связанно с именем Горького, то... Нет? Журнал летописи, все-таки, это был чисто горьковский журнал, где появлялись, конечно, еврейские авторы, но все-таки это не то объединение, где он служил, скажем, этим целью. Илья, ну, если продолжить этот... Ну, конечно, знания. Знания. Ну, все-таки там, основная русская литература, это трудно назвать. Ну, Айсмана можно. Ладно, дело здесь не в Регусах и в Корсфордах. Был такое издание, именно на него нельзя просто пройти. Это издание «Щит». «Щит», которое было три издания. Не случайно три издания. И даже должно было появиться четвертое издание, но большевистский переворот этому помешал. Три издания, они стереотипные, с малыми, не совсем стереотипные, с малыми какими-то изменениями, но три издания. Представляете, насколько востребовано был этот альманах? Где участвовали главными редакторами был Горький, Леонид Андреев, русский писатель, и Федор Сологуб. Причем это все очень хорошо расписано, такой, ну, много на счет литературы. Совершенно замечательная статья, не помню в каком месте, но если нужно будет выяснить, выясним. Такого Саша Соболева, москвича, который описал заседание, там самые интересные были заседания перед тем, как они выпускали. Были многие другие попытки, скажем, тот же Яфы создал еврейскую антологию, где предисловие написал Михаил Гершинзон, крупнейший русский философ еврейского происхождения, где главным переводчиком выступал Владислав Ходосевич, и где по существу соединились русские переводчики, Бунин, Сологуб, тот же Андреев, Балтушайтесь и так далее и тому подобное. То есть, как бы, так сказать, вот Яфы в этом смысле создал, я бы даже сказал, некую модель жанра, мыслеобраза, где ему можно было объединить то и другое силой. Я сегодня приведу два письма переписки его с Сологубом, самого Яфы. Один из проектов его, но это была однодневная газета, в которой участвовал Соболь. И вот сейчас мы этот абзац, вот этот абзац, особенно сон тысячелетия, сон вчерашнего дня, сон завтрашнего дня, неизменный, вечный, пленительный, он в душе народа, вот тот самый сон, который, значит, он и в стихотворении его изобразил. Побежали дальше. Значит, когда мы с стихотворением разобрались, по существу мы начинаем, по существу мы начинаем разговор о этом значительном, на мой взгляд, человеке, который внес огромный вклад в отношения между русским и, между русско-еврейской интеллигенцией. Лео Борисович Яфы, Лео Борисович Яфы, 1876-й Гродный, 48-й, Иерусалим, я сказал, трагически погиб от теракта, по существу, так сказать, на территории Сахмута, тогда же Сахмута, сейчас Сахмут находится в разных местах, как бы, так сказать, в этом, ну это центр Иерусалима, самое сердце Иерусалима, где он погиб, погибает в 48-м году. Значит, портрет Яфы, мы еще к нему, к его изображению вернемся, в виде его двойника, скульптурного изображения, и мне хотелось именно связать сионизм, в этом смысле, с искусством, со скульптурой. Это один из выпусков «Еврейской жизни», которая 3 апреля 16-го года, сдвоенный номер в «Еврейской жизни», он был издателем «Еврейской жизни», по существу, Лейберфу. И один из номеров был посвящен 25-летию творческой деятельности национального поэта, еврейского Хайма Нахмана Бякина, в котором, как я уже сказал, участвовало практически все. Ну здесь, как бы, так сказать, есть перечень имен, где-то у меня. Мендель Мохиспорим, Баук Макшовиц, Иван Бунин, Михаил Дершинзон, Вячеслав Иванов, опубликована переписка между Вячеславом Ивановым и Лейбом Явко, причем переписка чем интересна и чем замечательна в одном из номеров нового литературного воззрения, что выясняются не просто производственные вопросы, не просто, как бы, так сказать, такие, знаете, проходные вопросы, которые можно, в общем-то, как бы, так сказать, и не переписываться, а переписка вполне философского свойства. На самой переписке я не остановлюсь, просто для этого нет возможности, просто обозначаю ее присутствие. Клаузнер, Валерий Брюсов, идет чередование крупнейших ученого Клаузнера и создателя символизма белорусского Валерия Брюсова. Горький, Давид Фришман, Федор Сологуб, Семен Анский, снова Валерий Брюсов, Андрей Соболь, сам Яв, Саул Черняховский, Яв, Больштейн, Куприн и так далее. То есть, вот в этом, по существу, ну, в хорошем смысле этого слова, не себе, рождается образ еврейского национального поэта, это и отзывы, это и отклики, это короткие эссе, это короткие очерки, но в то же время это, как бы, переводы его произведений, которым занимались выдающиеся русские переводчики. Я для экономии времени, с вашего позволения, не буду зачитывать письма, переписка Сологуба, крупнейшего русского поэта-писателя, прозаика, переписка Яв все время опубликовал, и, как бы, так сказать, для интересующихся я просто могу отослабить, и она опубликовала. Фотография, к сожалению, плохого качества, кто это? Ну, не видно. Ну, прошу прощения, тогда. Сейчас, минутку. Ну, она и плохого качества, и подлинники, к сожалению, так сказать, ничего другого я не нашел. Леша, оно, ну, не видно. А, по-по-по-по-по-по-по-пишем. Это Леонид Андреев. Андреев, совершенно правильно. Леонид Андреев и Яв. То есть, Яв присутствует за обеденным столом в доме Леонида Андреева. Яв был близко знаком, ну, по существу, со всей русской писательской элитой. Трудно назвать. Я хотел бы только сделать оговорку. Знаете, вот я сейчас начал с лопедарных таких конструкций, и каждая чуть ли не должна заканчиваться восхищательным знаком, с таким задумчивым многоточием. Мне не хотелось бы, так сказать, создавать у вас ощущение, так сказать, того, что мы имеем дело с великим поэтом. Я бы не был никаким великим поэтом. Я вообще с большим сомнением отношусь и подозрением, скажем даже так, отношусь к сианинской поэзии. На мой взгляд, там ничего просто яркого и интересного создано не было. Ну, по крайней мере, на русском языке. Я когда-то... У меня есть такая книжечка, она вышла в конце... В начале, вернее, 2000-х годов. Называется «Особенный еврейский русский воздух». Тем, кто... Для кого интересно вот эти вот литературные параллели между русским и еврейским, просто посмотрите ее. Еще там у меня есть статья, такая немножечко комическая. Я, видимо, хорошо пообедал и, как бы, так сказать, дал волю своему, так сказать, своей иронии. Я приложу просто грамматические и всякие другие ошибки еврейских поэтов, писавших по-русски. И вис-версо, как бы, так сказать, еврейские стихи, то есть сионистские стихи, которые воспевают вековечную мечту еврейского народа о сионизме, ничего особенно выдающегося, еще раз повторяю, там нет. Но речь не об этом идет, о том, так сказать, что сам Яв вытворил какие-то первоклассные тексты. Речь, скорее, о другом. О том, что он был блистательным переводчиком. Это прежде всего. И то, что он умел, вот эти вот разные, разные крылья по существу одного мира, умел их соединить, и круг его знакомств, и то, что он сделал, как бы, так сказать, об этом свидетельствовать. Вот еще одна книга, которая была издана Явы. Он был редактором, он был составителем, и был одновременно издателем, то есть вкладывал в это свои собственные деньги. Книга, которая называется «Софру». Она имела три издания. Первое издание, это вот к вопросу, когда это все, вот к вашему вопросу, когда вы спросили, когда это все особенно развивалось, это десятые годы. Это десятые годы, если бы не большевистский переворот, то это развивалось бы, конечно, и дальше. В 18-м году вышло первое издание этого «Софрута». В 21-м и 22-м году, уже в эмиграции, уже в Берлине, вышло второе, соответственно, и третье издание этого «Софрута». Это примерно один и тот же проект, где присутствуют на страницах этого издания, присутствуют представители разных культурно-национальных миров. В том числе и наш Андрей Соболь, который «Встань и иди» напечатал в третьем издании, вот он напечатал его и в первом издании, но почему-то знают именно по третьему изданию, потому что первое издание стало просто библиографической редкостью, и некоторые даже исследователи считают, что первого издания и вовсе не было. И обычно цитируют этот рассказ по третьему изданию 22-го года, не совсем так. Он немножко изменил обложку, она действительно стала красивее и эстетичнее. Это реакции на смерть Ярфы, трагической смерть Ярфы в Иерусалиме, это в данном случае новое русское слово, Нью-Йоркское, еще одно, ну это как раз. Я хотел бы ввести... Какой это будет? Какой это будет? 48. Я хотел бы ввести в ткань нашего разговора еще одно имя, да? Скажите, а что значит «Софрот»? Что, вот на титульном месте было написано... Название книги, альбонах. Как переводится? Да! Какое? Литература. Ага. Почему не секрет? Нет, ну, какой-то, скажем... Он называет литературу как процесс. Если мы говорим как процесс писания, называется сифрут. А когда мы говорим о произведениях, собранных воедино, мы говорим сафрут. Два разных слова. Нет, все, как бы сказать, здесь правильно. Когда я первый раз пришел в аудиторию и стал говорить о сифруте, я считал, так сказать, тоже, что все сифрут. И употреблял сифрут там, где нужно употребить сафрут, то мои студенты вот, как-то, скажем, улыбались. Я у них переспросил, но это было на поле, потому что они мне это объясняли. Сафрут. То есть, как бы, так сказать, когда мы говорим о альмонахе, в котором собраны тексты, это, как бы, так сказать, только может быть сафрут. Значит, перед нами скульптор известный, очень известный, всемирно известный. Я думаю, один из самых знаменитых скульпторов 20 века. Яков, или Жан, как он себя величал, Липшиц. Они были земляки с лейбом Якова, и это тема их землячества. Один родился в Гродно, разница была в 15 лет. Яков был старше на 15 лет в 1876 году. Другой родился в Друскенниках в 1891 году. Но, поскольку это была Единая Гродненская область, обнимавшая территорию, естественно, и Польша, и Белосток, например, и Литвы, то Липшиц, Липшиц, через ПЭЛ, считал себя земляком Яфы и чем-то неотделимым от того отдела жизни, я бы сказал бы, так бы все они стоят. И перед нами стоит, и через некоторое время мне хотелось бы обозначить саму острую и серьезную проблему, как человек, который, казалось бы, творил в пространстве общечеловеческом, не привязанном к никакой конкретной земле нации, вместе с тем вызывал, по крайней мере, вызывал у Яфы, и сейчас я приведу это письмо, вызывал у Яфы ощущение, что он плоть от плоти, кровь от крови еврейского и сознания, и Яфы творит еврейское искусство. Мне хотелось бы, так сказать, этот до конца не решенный вопрос, кстати говоря, мне хотелось бы, так сказать, вынести на сегодняшнее обсуждение. Яфы, прошу прощения, Лепшиц из своих друзкейников попадает в Париж в 1909 году и поселяется в знаменитом Улье, для руши французского в Париже, где по существу собрались все художники всех стран со всего мира, начиная от Мадельяне, который был его близким, ближайшим другом, сейчас мы об этом еще скажем, до российских художников, территории Российской империи, и Сутин совершенно правильно, и Гоин, и Кремен, и так далее, и все подобное. Об этом, как бы, так сказать, можно говорить много. Я, с вашего позволения, просто, так сказать, поскольку вопрос известный, не будем заострять на нем внимание. Одна из тем, которые пронизывает, один из центральных образов вообще в скульптурном искусстве Лепшица, это тема «Мать и дитя», «Мать и ребенок». В самых разнообразных ипостасях. Обычно он делал бронзовые извояния, это бронза тоже, «Мать и ребенок». Ну, если вы позволите, я не буду, поскольку я не искусствовед, и, в общем-то, немножечко вторгаюсь не в свою область, я оставлю за рамками сегодняшнего разговора комментарии. Здесь меня один момент очень сильно заинтересовал, в связи с Яффе и вот той проблемой, которую я обозначил. Это тоже «Мать и ребенок». Ну, понятно, да? Как бы, так сказать, фигура матери и ее дитя. Вот здесь Илья присутствует. И мне, как бы, так сказать, наверное, было не очень ловко говорить о Бабеле, который является предметом диссертационного исследования. Но все-таки, как бы, так сказать, я скажу, что когда я много лет тому назад прочитал первую новеллу «Конармия», «Переход через Бруч», то меня поразило сочетание мелких деталей, которые, в конце концов, собираются в какой-то единый образ. Детали таких. Он упоминает девственную гречиху, писатель Бабель, а Бабель так просто ничего не упоминает. У него каждое слово имеет смысл, вес и значение. И, может быть, так сказать, это слово само даже не догадывается о том, каким великим смыслом и значением оно обладает в контекстах Бабеля или в текстах Бабеля. Он упоминает сначала девственную гречиху, потом вид дальнего монастыря, потом там солдаты Конармии, которые пересекают этот самый сбруч, поносят Богородицу, порочат Богородицу, а потом возникает еврейка с неродившимся ребенком, который в итоге своем как бы несет, я не знаю, спасителя мира или чего-то еще. Из этих мелких элементов, в общем-то, еврейско-христианского семантики, складывается некий образ. Если к этому еще прибавить, что рассказ начинается с «Наджди в шесть», он зашифровывает начальник дивизии «шестой», а героев шестера, если посчитать, и этого считать нерожденного ребенка, то мы сталкиваемся с поразительным искусством Бабеля в малой детали, в общем-то, высказать гораздо большее, нечто, как бы, так сказать, вообще заложено на поверхности самого текста. Я сейчас останавливаю этот анализ, мог бы и продолжить, потому что там масса интересных вещей, начиная с, в общем-то, самого заголовка рассказа, «Переход через бручь». А если учесть, что в «Переходе через бручь» упоминается пасхальная посуда, пейсовская посуда, которую употребляют раз в году, то переход, слово «переход», оно начинает звучать как левсов, как пэсов, как пасов, как переход от дома к дому, где, понятно, да, обозначение домов значками и так далее. И поэтому сама тема освобождения евреев, перехода их через Черемное море и самого перехода через бручь, так и говоря, это же не с бручь, а там другая река была, там вот случ, на самом деле географически, он не случайно меняет реки совершенно определенно с намерением. Я уж не знаю, там разные версии существуют, сбручь, ну, наверное, может быть, звучит сбручь, бручь, более, как бы, так сказать, динамично, резко, взрывчато, чем мягкий случай, который там, то рассказ приобретает, как бы, в нем существует за видимым текстом, существует невидимый подтекст, ну, как это всегда, в общем-то, и должно быть в подлинных художественных текстах. Но вот этот вот образ матери и нерожденного ребенка настолько, как бы, так сказать, бабелевский, и сейчас я, вот опять мать и ребенок, ну, понятно, здесь кормление грудью, птенца своего, я когда первый раз рассматривал, мне даже показалась какая-то реализация, ну, видимо, так сказать, все-таки нет, видимо, я, что-то, погорехился, с христианским кормлением, ну, с христианским символом мать кормит своим телом ребенка, ну, пеликан, который выгрызает свою собственную плоть и кормит, и дает эту пищу своему ребенку, я думаю, так сказать, здесь это уже напрасно. Это Давид и Голиад. Ну, интерпретация, конечно, как бы, так сказать, этой темы, здесь маленький такой ловичик, который вонзает, то ли копье, то ли еще что-то, в Голиафа, опять мать и ребенок, в одном из писем он пишет, он, Левшиц, пишет, Яффе о создании этой скульптуры, которая находится сегодня в Рио-де-Жанейро, перед Министерством здравоохранения. Это возвращение блудного сына. Я специально, как бы, так сказать, ну, известно, да, Рембрандт, блудный сын, его папаша. Здесь, как бы, так сказать, судя по всему, блудный сын склоняется к сидящему отцу, который принимает его, и вот они, как бы, так сказать, сливаются, сливаются в объятиях. Да, ну, к этому мы еще обратимся. Мне хотелось бы сказать вот об этом. Когда он приехал в 1944 году в Нью-Йорк, Левшиц бежал из оккупированной Германии и жил в Нью-Йорке. То есть ровненько в то время, когда он записал в Нью-Йорке о встрече с Цетлином, он встречался там с Левшицом. И Левшиц, об этом мы скажем чуточку ниже, лепил его двойника, как он это называл в многих письмах, голову. Это скульптурное изображение головы или печальный апостол, как называл. Он называл один француз, который пришел к Левшицу, и после этого Левшиц взял на вооружение это выражение, он так и наоборот. Обращался к Яфу, печальный апостол, ныне находится в Телевском музее. Музее изобразительных искусств. Переписка, я сейчас просто ее готовлю для печати, думаю, должно получиться нечто интересное, потому что, как всегда, интересно, когда они в одну сторону. Когда есть, правда, она, как бы, так сказать, существует в двух разных местах, письма Левшица-Яфы в Сианинском архиве, а письма Яфы-Левшицу в центре Попеду в Париже. Ну, как бы, так сказать, там его архив, ну, как бы, удалось теперь все соединить, и, как бы, такую переписку я подготовлю. Естественно, как бы, так сказать, я не буду ничего посвящать вас в эту переписку, какие-то вещи там интересные, какие-то менее интересные. Мне хотелось бы, так сказать, вот это, по поводу этой скульптуры, потому, так сказать, что здесь у меня возникает масса вопросов, может быть, от недостатка, все-таки, образования искусствоведческого, и, может быть, вы в этом, в смысле, какими-то своими идеями, репликами с места, ассоциациями, поможете прояснить ситуацию. То, что, как бы, так сказать, мы имеем дело, ребят, все не видно, или не очень хорошо? Не очень, да? Все, так сказать, я, действительно, извиняюсь за некоторые не очень качественные снимки. Видимо, композиция, ну, не видимо, так оно и есть, композиция сложная, мыслительно сложная. Как она осуществлялась, на этот счет существует масса, о Лепшице написано море литературы, море альбомов, море монографий, как бы, так сказать, здесь нужно просто быть специалистом, но мой просмотр, ну, может быть, беглый, может быть, как бы, так сказать, по необходимости такой блиц, он не произвел ситуацию. По крайней мере, как бы, так сказать, о еврейском замысле, еврейских каких-то элементов матери-ребенка здесь в исследованиях ничего не говорится, да, в общем-то, никто к этой теме, по-моему, даже не приближался. В одном из писем Яффе обращается, сионист Яффе до мозга Костей. Я не сказал о том, что когда он приехал в Эрис-Исраэль, он, человек, знавший с детства, еврейский, очень известный в России, человек опытный, опытный, в том числе на издательской ниве, он стал редактором до ныне существующей газеты «Арес» и прослужил на этом посту несколько лет. После этого, значит, он был, выполнял разнообразные миссии, в основном, так я понимаю, по собиранию денег, но в том числе и дипломатические тоже. Подолгу останавливался в Европе, ездил в Америку и, наконец, возглавил в 30-е годы, возглавил Кэррэн Эйасот, по существу, финансовая организация, которая питала всю жизнедеятельность еврейского Ишува, и не только его, поскольку, как бы, деньги многие уходили на всемирную сионистскую организацию. То есть, как бы, говорить о Яффе в каких-то других параметрах, кроме сионистских, кроме, сугубо еврейских, подчиненности его жизни этой мечте вековой и прочее, прочее, не случайно, как бы, я привел к стихотворению Соболя, который, не будучи сионистом, кстати, а я сохранилось письмо Соболя уже в РССРЛ, где он пишет о том, так сказать, чтобы, ну, как бы, пишет, переписывается, они были дружны, об этом мы скажем завтра, они были дружны, очень дружны. С Яффе там возникают свои проблемы, но в общем-то, жизнь Яффе она относительно понятна и определенна. Когда я говорю слово определенное и понятно, меня самого это сильно всегда смущает. Я страшно не люблю этой определенности и не люблю этой понятности, потому что за ними всегда возникают проблемы невидимые. И я, как бы, так сказать, точно знаю, что и в этой определенности была масса неопределенностей. У меня поэтому к вам одно есть предложение. Я понимаю, так сказать, что сейчас несколько у нас особые условия, но тем не менее мне очень хотелось бы, потеснив самое последнее занятие, ну, там у нас Леон Зак, о котором мало вообще кто знает, я послал книгу его стихов, он больше все-таки был художник, хотя, как бы, так сказать, человек вполне авангардист, начинавший с Маяковским, начинавший, как бы, так сказать, со всеми футуристами, совершенно забытое, выметенное из истории литературы имя, и есть, как бы, так сказать, смысл о нем поговорить, но тем не менее, немножко потеснив его, дать вам еще одно задание. Если вы на это согласитесь, то мы тогда, как бы, так сказать, разделим последнее занятие, как бы, на две части. Задание вот такое. Значит, ну, маленький текст, я прямо сегодня предложу, Мандельштама, прямо сейчас, я его сам записал, я вообще-то, пауэрпорт, якобы, ну, не умел пользоваться, здесь ребята показали, как мы, в нужном случае, я вам просто продиктую, там, две страфы, разобраться в этих двух строках, но для того, так сказать, что полноценный вышел разговор, мне хотелось бы предложить вам прочитать, если кто не читал, а если кто читал, замечательно, но все равно возобновить надо. 18 страниц текста, ну, надо, конечно, час убить, книги Михаила Гершерзона, которая называется «Судьба еврейского народа». Держали когда-нибудь сюда? Если нет, и если вы не против, мне почему-то кажется, что это очень уместно, вот о том, о чем мы говорим. Гершерзон, возвращаясь, как бы, уже сейчас из Палестины, возвращаясь опять в Москву, Гершерзон был одним из ближайших друзей Леба Яфы. Я упомянул сейчас, что Гершерзон писал предисловие к еврейской онтологии, где он привел Ходосевича и Гершерзона. Гершерзон ввел Яфы в мир таких крупных философов, писателей, как Андрей Белый, как Лев Шестов. А Яфы, в свою очередь, познакомил Гершерзона с Беликом, о котором Гершерзон, ну, чтобы не быть голословным, я просто зачитаю впечатление Гершерзона от встречи с Беликом. Значит, 23 апреля 1917 года Гершерзон пишет своим родным. Вчера вечером Яфы привез к нам Белик. Была еще только жена Яфы. Вот о ней как раз и мне было бы интересно поговорить, почему, так сказать, я предлагаю эту цепочку. Мандельштам, судьба еврейского народа, жена Яфы. Они просидели часа три. И так я скажу. Многое я видел замечательных людей. Это пишет человек, который, да, родившийся в Кишиневе, да, будем так говорить, в еврейской провинции, да, как бы, так сказать, понимавший много чего. Ну, в общем-то, русский философ. Ну, в общем-то, русский историк интеллектуальной мысли. Ну, в общем-то, человек, занимавшийся совершенно другими вещами. Значит, и так я скажу. Много я видел замечательных людей. Но такого большого, как Бяник, еще не было за нашим столом. Маруся, Мария Борисовна, его жена, Галерин Вейзер, говорит, что из такого теста могли быть разве Кант или Шекспир. Он так удивительно, глубокомысленно умен и в своем мышлении так существенен, конкретен, что по сравнению с ним наше мышление какое-то беспочвенное и воздушное. И потому же, конечно, он с вида, по манерам просто совершенно. Точно прикачен. Галерин Вейзер был такой, он был такого прикачественного покроя. Он не производил внешнего никакого впечатления. Говорит самым простым тоном. И когда вслушиваешься, то слышишь нарастающую стальную крепость мысли, отчетливость и поэтичность русских слов. О гусенике в глазах острый ум. По сравнению с ним, обратите внимание, по сравнению с ним, и Вячеслав Иванов, это Вячеслав Иванов, человек, энциклопедизм которого поражает до сегодняшнего дня. Не знаю, знавший 17 языков, который знал практически все. Вячеслав Иванов, Сологуб и Андрей Белый дети, легкомысленно играющие в жизнь, в поэзию и в мышлении. Я не думаю, так сказать, чтобы это писалось по, ну может быть, это и писалось непосредственно после встречи с Галиком, но какие-то вещи, так сказать, видимо, внутри Гершин взвешивал. Человек, который близко знал Вячеслава Иванова. Вы же знаете эту замечательную книгу, переписка из двух углов, переписка Вячеслава Иванова и Михаила Гершинзона, где они, будучи в 1922 году в одном санаториуме, переписываются из одного угла в другой угол, один угол, кровать, полостомбочки, в одном углу и так далее. Но мы не будем о переписке из двух углов. Мне хотелось бы остановиться на судьбах еврейского народа, которая была издана в Берлине в 1923 году, и которая во многом как бы связана с этой проблематикой. Теперь я обращусь, я так понял, по вашим глазам, неравнодушным, что вы согласны? Да, я не знаю. Отлично. Значит, побежали дальше. Вот письмо, письмо Яффе по поводу вот этой скульптуры. Значит, это весна 1945 года. Он уже вернулся естественно в Палестину и пишет Липшицу, который готовился к отъезду на освобожденный Париж, освобождающийся Европу, вернулся летом 1945 года снова в Париж. Значит, весной 1945 года Яффе ему пишет. Все время стоит перед глазами ваша работа мать и сын. И знаете, да, он не пишет, что именно это, но дело в том, что все остальные мать и сын, ну, по крайней мере, так сказать, так, выходит после моего изучения этого вопроса, они были созданы после Порши. Они были созданы в 1946, 1947, 1948, у него идет цикл работ. Значит, только это, это 30-й год, только это вписывается во времена рамки, если я чего-то не упустил. Мать и сын, знаете, я не могу отделаться от мысли, что это именно еврейская мать и ее дитя. Прав я или не прав, но едва ли не во всех ваших работах мне видятся еврейские линии и образы. Умом я понимаю, что это, что ваше творчество шире еврейской тематики. Оно символично и всепланетно. Но сердцем я убежден, что если бы вы не лежали в еврейской колыбели, оно было бы другим, совершенно другим. Не могу этого вам объяснить внятно, хотя и пытался в нашу последнюю встречу. Видимо, разговор как бы шел вокруг этих материй. Однако уверен, что вы меня понимаете и, как мне тогда показалось, понимаете. принимаете. Поскольку я лишь ставлю проблему и не имею совершенно готового ответа на сей счет, могу только привести какие-то рассуждения как параллель с Бабелем. Поэтому, если позволите, мы пойдем дальше. Но если, как бы, так сказать, это оставляет ощущение неполноты и ощущение, как бы, так сказать, того, что где Яфы здесь видят еврейские линии и образы оставляет такое ощущение. У меня тоже оно оставляет такое ощущение. Я единственное, как бы, так сказать, в каком-то смысле, это не ответ, конечно, на эти ощущения, не попытка их разрешить, единственное, ограничить только одним абзацем. Дело в том, что все письма абсолютно улившицы пронизаны мыслью о том, так сказать, что как я вам завидую, причем они как бы следуют композиционно, когда он пишет о своей работе и тут же перемешает это все некоторыми мыслями о Палестине, вообще о Средиземноморье, о том крае, о том, как бы, так сказать, береге дальнем и так далее. Опять-таки, не разрешение самой этой проблематики, тем не менее, абзац из письма сентября 44-го года я зачитаю, но написано до еще приезда Яфы в Нью-Йорк, то есть до их вот этого разговора, может быть определенным, в определенном смысле какого-то кардинального разговора, где каждый высказывал свои позиции и возможно, по крайней мере, Яфы пишет, как мне кажется, вы меня принимаете, возможно, как бы, так сказать, Яф, если как, Липшиц ему возражал, но не настолько уверенно, чтобы, так сказать, Яфу не показалось, что он его позицию в целом, или, не знаю, не в целом, а где-то в глубине души каких-то этих точек принимает. Савшишнава поздравляет, лучше зарным светлым повеяло на меня, когда, вернувшись в свою мастерскую, нашел ваши добрые пожелания к Новому году. Скажу сразу, что это для меня куда больше, чем нечто личное, и слова Яфы, Джерузалим, Палестайн, он пишет латиницей, увели меня далеко, далеко к благословенным берегам Марен-Остров, ну, Средиземная вода, где и я начинаю верить, народится большая наша цивилизация, сестра и наследница тех великих, которые ей предшествовали. Если пожелаю, чтобы этот Новый год принес бы вам еще более существенное доказательство осуществления вашей давнишней великой мечты, то я уверен, что это лучшее, что я могу сказать вам сейчас. А скажите, а где эту скульптуру можно же ее посмотреть? Можно ли? Не готов сейчас сразу ответить на этот вопрос, наверняка знал, забыл. Дело в том, что скульптуры и все разбросаны по всему миру, но это, видимо, совершенно легко установить путем, как бы, так сказать, выяснения во всезнающем интернете. Лепшинс был женат на поэтессе Киссерер, Берти Киссерер. Как я уже сказал, он был другом, близким другом Модельяне, который изобразил их женой незадолго, в 10-е годы. мне хотелось бы уделить буквально несколько минут некоторым, некоторым, по крайней мере, выясненным, или нет, недовыясненным, кстати говоря, здесь еще, здесь возникает не меньше сомнений, чем они возникают в связи, так сказать, с еврейством Лепшица. Это одна из скульптур. Лепшица, девушка с косой, или рыбачка. Он жил на Майорке в 10-е, в 20-е годы, и, как бы, так сказать, производил, работал там над различными женскими скульптурами, в основном, такой женский ряд, по всей видимости, как бы, образ, который, наверное, ему местной жизни. Но существует такая версия, она показалась мне забавной, как я хотел с ней ознакомить, что лицо девушки с косой слеплено с профиля Анны Андреевны Ахматовой, что линии линии носа, вот это, это, например, носость, это Нефертити, это Ахматовские, это Мадельяне, который, как вы знаете, дружен был с Ахматовой, и, познакомившись с ней в Париже, у него существует масса зарисовок, но зарисовок, мне неизвестно, что он из этих зарисовок также сделал скульптурное изображение, считается, что это скульптурное изображение Ахматовой, а уже Липши, в свою очередь, подражая своему другу, он, как бы, так сказать, извоял вот эту самую девушку с косой. это голова Яффе, о которой я сказал, которая находится в Телевизском музее, принадлежит работа, естественно, Липшица, и стихотворение, которое я нашел в архиве поэта Долида Кнута. Господа, кто-то знает, поскольку у нас такой широкий, в общем-то, и, что называется, без берегов разговор о русско-еверейских литературных связях вокруг революции, не только. Кто-то знает это имя? Конечно. Конечно. Здорово. Довид Кнут. Нет? Ну, поскольку, как бы, так сказать, я имел к этому некоторые отношения, издав двухтомник Довида Кнута в 90-е годы, и поскольку, как бы, так сказать, они родились... Тишиневский, да? Тишиневский. Тишиневский. А, Тишиневский. то я был, я считал, так сказать, что я уже знаю все о Довида Кнуте, но несколько лет тому назад я на Блошином рынке в Тель-Авии нашел недостающую часть его архива и был страшно, страшно изумлен, что я много чего не знаю. На самом деле, как бы, так сказать, много чего не знаю. И там, Сергей, много другого оказались стихи, ну, например, даже посвященные, ну, даже, в общем-то, вполне можно было допустить, там, на боков. Он писал у него тетрадь таких смешливых эпиграмм на смешливых. И он туда вписывал разные тексты, которые я намереваюсь опубликовать, потому что они вызывают кроме гемерического похота и мастерские, в общем-то, написаны, некоторые из них действительно написаны очень здорово. Они, как бы, так сказать, представляют собой некоторое свечество литературного быта иммигрантского Парижа, поэтому как-то все не безинтересно. Среди вот этих губах есть стихотворение, которое, обращенное кнутом к двойнику Яффе, вот этой скульптурой, так оно и называется, в Тель-Авивском музее перед скульптурой Лейбы Яффе. Судя по всему, они могли быть знакомы. Не берусь утверждать, были ли они знакомы. Дело в том, что кнут приехал, он умер в Израиле. Он в 1949 году приехал в Израиль и через пять лет, да, через пять лет, в 1955, ну там в самом начале феврале его не стало. А кнут был женат, ну это просто к сведению, на дочери Александра Скрябина, композитора Александра Скрябина, которая приняла ее, перешла в еврейство, погибла в организации, которую, покольной боевой организации Комбак, которая организовала КНОФ Тулус. И вот сейчас, как раз перед самым моим отъездом сюда на конференцию и на зимнюю школу, мы заседали в Ирии, в Мыре, и по моей инициативе хотим назвать улицу, одну из улиц Яросулема, имени Ариады Скрябиной. Там не получается, не тянет она на праведницу, но, может быть, улицу хотя бы назовем. Но это отдельная тема, это я сейчас не хочу, потому что много всего с этим связано, с КНОТом Иссариадой, с Крябиной. А, почему они могли быть знакомы? Дело в том, что КНОТ приезжал, совершал визит, такой описанный им потом, в 1937 году в Палестину. Он жил в Париже, и было такое судно Сара Альф, которое ревизионисты купили у богатого американского еврея Кишнера, и тренировали там своих матросов будущих. Была такая школа, морская, еще веки неподалеку от Рима, Муссолини, хотя, в общем-то, как бы, так сказать, и находился в прямом контакте с Гитлером, но, тем не менее, как бы, эту школу до 1938 года он позволил держать. И вот, в течение пяти лет эта школа обладала этим парусником. И вот, на этом паруснике КНОТ прибыл в Палестину, совершенно замечательный был визит, потому что он его описал, и, слава богу, что описал, потому что не так много, в общем-то, мы имеем свидетельств о Палестине глазами людей, которые, с одной стороны, вроде бы, как бы, были вполне заострены на нее, а с другой стороны, в общем-то, жили в Париже, в эмиграции, и если там, видели ее, то, может быть, не так отчетливо, как Якова. Поэтому я допускаю, что они были бы знакомы. Ну, прямых у меня свидетельств по стихам этим можно решить и так, и так. Художник в душу образа проник, я даже вздрогнул, верьте или не верьте, каким при жизни был печальный лик, таким остался после вашей смерти. И ты готов отдать последний грош, когда в быту, размеренном исполнении, тебя пронзит вдруг этой силой мощь, искусство возрождения из мертвых, апостольских чудес не совершить, и сущий вздор любые параллели, но благостен Творец, и память будет жить в сердцах, в домах, в картинной галереи. Меня сильно напрягло то, что, по крайней мере, два слова здесь совпадает с этим печальным апостолом, одно слово просто, апостольских чудес не совершить, и печальный лик, вот тем самым печальным апостолом, который Липшиц услышал из уст знакомого француза, не знаю, кто это такой, который увидел эту голову. Может быть, каким-то, не знаю, каким образом, думаю, что никаким образом, это докнуто дойти, это выражение не могло. Значит, как бы, так сказать, встреча одного и того же выражения, одного и того же образа, в общем-то, в головах людей разных, разведенных, во времени, в пространстве и так далее, и тому подобное. Я, еще один момент, один мазок забыл сделать вчера, и, там, просматривая сегодня бумажки, как бы, так сказать, о нем вспомнил, но, тоже, так сказать, не самая принципиальная вещь на свете, но, тем не менее, Липшиц ходатайствовал о своем родственнике, когда в 20-е годы проходили аресты, репрессии сионистов, уже в советской России, он ходатайствовал об одном из своих родственников через Ромена Ролана, с которым был близок по Парижу, Липшиц, не я, да, и Ромен Ролан, который переписывался с Горьким и был с ним в добрых отношениях, просил, значит, за этого родственника Липшица через Горького, а Горький, в свою очередь, поскольку его жена Пешкова занималась, она была пресно-христианом, занималась репрессированными, то Горький, подключив все на свете, я не знаю судьбы этого родственника, Ферневич, Ферневич, высказал, как его фамилия, я другое, сейчас, я просто параллельно, совершенно никак не связанный с сюжетом, но, по ассоциациям я напомнила, Борис Гавронский, о котором мы вчера говорили, он обладал уникальной коллекцией восточного искусства, ну, покупать у него было на что, связи с Востоком у фирмы были, цирлонский чай, индийский чай и прочее, прочее, поэтому, начиная еще во времена Высоцкого, туда шли просто караваны, и налаженные, как бы, были связи, и, наверное, этим же путем, а может быть, многими другими, он, у него были уникальные коллекции вас, картин, гравю, ну, и всего остального, стоившие невероятные деньги. Когда после всей этой национализации и приватизации и прочее, 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 решили, как бы, так сказать, приватизировать и национализировать все это достояние, он обратился, он обратился, Горькому, который в свою очередь образился в Луночарске, в Наркомном образовании, в Наркомном образовании, просвещении, в Наркомпрос, да, пардон, просвещение. И Горький сам испытывал, так сказать, некоторое неудобство, понимая, так сказать, что положительная такая просьба может ничем не закончиться, и она так, ничего хорошего, как бы, так сказать, для Бориса Гавронского, который, в общем-то, все это оставил, и практически, так сказать, все это было, если не в определенном смысле разграблено, то передано в государственные закрома. Но момент, который проговорил Гавронский, он очень густо, как бы, так сказать, поскольку переписка была с Горьким, а потом Горького, словно Чарским, там выражение охранная грамота, дайте охранную грамоту, дайте охранную грамоту, я прошу охранную грамоту, дайте ему охранную грамоту, она звучала, как бы, так сказать, многократно. Это ни о чем мне, конечно, не говорит, охранная грамота, выражение вполне, как бы, так сказать, могло прийти и не с писем, и не с переписки по боку этого, но, Но в некоторой временной близости существует текст, который мы знаем Бориса Леонидовича Пасторака, который был очень близок к этой семье, об этом мы несколько раз говорили. Охранная грамота, которая была написана в 30-м году после смерти, после самоубийства Маяковского, который выбрал, как вы помните, специальное время. Не специально выбрал время, а выбрал специальное время. Но тем не менее получилось сказать, что это Пасха. Это была Пасха, поскольку Маяковский всю жизнь разыгрывал в том или ином виде, но не из себя биографического Маяковского, а из своего литературного альтер-эго разыгрывал апостола, то ему было очень важно этот литературный случай погибнуть именно в пасхальные дни и, соответственно, воскреснуть. То есть за всем этим строились определенные мифы, то есть жизнь превратилась в текст. И я не исключаю, что охранная грамота по тем же самым законам, ровно по этим законам, хотя я и не претендую здесь, так сказать, на Таруми Синай, что это так оно и было, она могла подсказать Пасторнаку этот самым. Теперь мне хотелось бы, если у меня сейчас получится, если у меня сейчас получится, то мы сразу просто, поскольку вы сами согласились, я здесь срезаю какие-то вещи. И я попытался сегодня это сделать сам, поэтому я сейчас... Оп! Открылась. Восмистишье у Мандельштама в 1934 году, стихи писались между и во время Воронежской ссылки, то есть до Воронежской ссылки, после знаменитых сталинских стихов ноября 1933 года. Значит, это заявление написано еще в Москве, ну неважно, в конце концов, значит, цикл Восмистишье. И одно из Восмистишей, вот такой текст. Если можно, давайте его спишем, а? И клево на зубчатая лапа, если хотите, как бы, можете не списывать, а можете его вытащить из интернета, когда-то угодно. Мне хотелось бы, так сказать, чтобы... Это не к завтрашнему, это к послезавтрашнему. Значит, я уже объяснил. Мне страшно хотелось бы, как бы, продолжить этот разговор в несколько ином измерении, поскольку, как бы, Липшиц и Яфы, несмотря на то, что я сейчас, в общем-то, окунулся в эту тему, и поэтому предложил ее для... как бы, я ее сейчас озвучиваю, и она действительно вызывает много интересных, самых разнообразных проблем, ну, может быть, когда уже будет переписка закончена, прокомментирована и так далее. Будет еще интереснее, это всегда так бывает, что находишь, когда уже полностью тебе известен текст, контекст и так далее. Но, тем не менее, как бы, сама тема существующая в природе. Но вот другая тема московских, московской интеллектуальной элиты, и прежде всего тех имен, которые я сейчас обозначил, Михаила Гершензона, Лейба Яфы. Ну, Мандельштам здесь ни при чем, потому что он в этот круг не входил, а мне просто хотелось бы, так сказать, вот, начать с его стихотворения. Ну, как всегда у Мандельштама вполне загадочного, вполне... Вполне неопределенного... А чтобы сделать какой-то мостик, хотя, ну, я думаю, что он не забудется. Мы это же послезавтра будем говорить. Поэтому я хотел бы в оставшееся время, чтобы, как бы, так сказать, все это связать. И понятно было вообще, о чем мы говорим, и при чем здесь Гершензон, и при чем здесь Лейб Яфы, и при чем здесь Фрида Вениаминовна Яфы, его жена. Кстати сказать, я совсем забыл об этом. На конференции я приобрел, ну, я знал, что она выйдет, на конференции приобрел эту книгу, и, как бы, советую вам ее приобрести, если, конечно, это все вызывает какой-то интерес. Воспоминания Фриды Вениаминовны Яфы, то есть жены Яфы, поколение пустыни называется. Гершензон издал эту книгу под составитель Зоя Капельман, которая, в общем-то, давно опубликовала, еще в Иерусалимском журнале, ну, главные отрывки из ее воспоминаний. Сейчас все это соединила в книгу, соединила ряд публикаций, которые она сама сделала, там, мои публикации, ну, как бы, так сказать, дала контекст всему этому, но поскольку мы рассматриваем это немножечко под иным углом зрения, то я, как бы, предлагаю вот об этом минут, скажем так, 20-25 через занятия поговорить. А сейчас, чтобы... Простите, а может, накидать сейчас просто, ну, соображение накидать? А, покидаем соображение? Да. Отлично. Я всегда за соображение. Во-первых, это трехсток на амфибрахии. То есть, когда на последнюю неделю входил он в Иерусалим, и без отдыха, и дни, и недели, и недели, и дни без труда. Да, если кто-то сейчас вспомнит претекст, это как в посте. Вот кто-то вспомнит претекст трехсток на амфибрахии? Ну, здесь же самое главное кинуть, да? Какой-то претекст должен быть трехсток на амфибрахии, совершенно ядно. Вот. Так, понимается, зафиксировано. Поскольку, Леша, извините, поскольку, так сказать, я так понимаю, что здесь не нужно дважды доказывать, что форма – это и есть содержание, в конце концов, да? Ну, некая другая сторона, или как лучше сказать. И на бытие, да, содержание. То ничего нет, по крайней мере, для моего сердца слаще, чем когда говорят не о том, о чем, а о том, как написано. И поэтому, как бы, так сказать, я всегда за то, чтобы начинать с формальных каких-то показателей. Это, по-моему, самый правильный путь, хотя, в общем-то, как бы, так сказать, могут существовать и какие-то другие пути. Какие еще соображения? Если, как бы, так сказать, это принимается в этот момент, чтобы действительно погорячить. Я могу ошибаться, но у Ольги Александровны Седоковой то ли про четырехступные, то ли про семантический орел амфибрахии есть статья. Легко найти, потому что это на сайте Седокова. Но это первое. Второе, совершенно очевидно, что это конец камня, а я софия. Есть стихотворение у Мандельштам, которое называется «Айя София», совершенно правильно. Оно было инспирировано лекциями, которые он слушал. Не о верности, если честно, нет? Не о верности, а лекции? Нет, оно было инспирировано лекциями, которые слушал Мандельштам. И Михаил Леонидович Каспаров, он сравнивает Нотр-Дамса и Софии, он обращает внимание, что там, ну, как бы, такие, как искусствоведческие, более головные какие-то вещи. Нет, я знаю, что просто у Лаверинцева есть статья, как раз про Софию мудрости, как раз почему там у киевской Софии, в общем-то, надпись фигурирует и так далее. Я предлагаю, как бы, поскольку уже зашел об этом разговор, и... Потому что София мудрости, это именно где-то ходится. Я предлагаю просто, как бы, проговорить, хотя бы, слово о том, что Айя София названа, ну, я понимаю, что это как бы примитивное. Это мечи, это мечи. Мечи. Это относится бабочка, ты мусульманка, жизняночка и умиранка. Ну, поэтому, безчисленное множество глаз, это четкая ассоциация с литургическим текстом по серафиму, но в очидах, многоочитый, да, многоочитый канет в ночь, не в эту серию. Если вспомнить, что Айя София, как современный мусульманский храм, находящийся в Константинополе, Стамбуле и так далее, который мы видим, приближаясь к этому городу, когда-то был византийской церкви, а до этого, а колонны там языковские, то есть, как бы, так сказать, соединение разных религий, архитектурных форм и так далее, то, Илья, замечательно про многоочитого ангела, и, как бы, так сказать, вполне уместно, но и ложится, так сказать, на то, что византийский храм и так далее, но все-таки мусульманская мечеть, все-таки многоочитый ангел, серафим, как бы, так сказать, может здесь поспорить с чем-то другим, наверняка и, по крайней мере, так сказать, должны существовать какие-то еще ассоциации дополнительные к этому. Есть апокалиптический текст, но я не эксперт, поэтому надо просто уточнить, где сказано, что лицо Бога складывается из ангельских, что, как бы, ангелы... А это не уязвили ли было? Это, по-моему, еще разыцели? Я предлагаю, поскольку время идет, время идет, и, на самом деле, как бы, так сказать, я ничего лучшего не знаю, чем, как бы, мозговые атаки и коллективные обсуждения, все-таки, мне кажется, было бы продуктивнее, если бы, как бы, мы оставили это бы чуточку до завтрашнего дня, высказали бы, как бы, взвесили бы, продумали, а сейчас бы, как бы, так сказать, я бы прочитал бы один бы текст, который, ну, который, как бы, существует, вот, какая-то лакуна. У меня такое ощущение, что все-таки лакуна есть, и надо было бы ее заполнить, потому что мы говорили о Москве, о Гершинзоне, о Палестине, о сионизме, обо всем этом, и все это надо было бы как-то завязать. Я когда-то опубликовал письмо, оно опубликовано, по-моему, его даже можно найти, поскольку много литературного обозрения в интернете, но я просто сейчас со слуха его зачитаю. Это письмо жены Лейба-Яффе, которое она пишет в Гершинзону из Палестины. Первых лет, когда они находятся в Палестине, причем они, в отличие от многих людей, приехавших туда для освоения, как бы, так сказать, новой жизни, но беспроектной новой жизни, вообще, как бы, так сказать, некую мечту, и они приехали, как бы, с сознанием того, так сказать, что делать. Вполне конкретно. Ну, не случайно, что называется чуть ли не с корабля на бал, Яффе попадает в газету Арыц. Это проговаривалось до его приезда, поэтому, как бы, так сказать, это был тот самый, та самая Алия, когда многое было рассчитано, в общем-то, уже, включая какие-то сложные бытовые жизненные условия и прочее, прочее. Ну, думаю, для предисловий вполне достаточно. Слов для предисловий вполне достаточно. Дорогой Михаил Овзикович, на днях мы получили ваше письмо и книжку. Речь идет о упомянутой мной переписке из двух углов. Значит, ситуация такая. 21-й год. Вячеслав Иванов и Михаил Гершинзон находятся в одном московском, под Москвой, в одном из московских санаториумов, и там лечатся, отдыхают, и по предложению Иванова, они, каждый из них оставляет на тумбочке соседа, в противоположном углу, оставляет свое письмо. А, соответственно, сосед, корреспондент делает ответ и совершает ту же самую операцию на тумбочке своего виза-люб. Из этого, из этой переписки, она очень маленькая, по существу брошюрка, в 60 страниц, примерно, в Берлинское издание Международного года, сложилась потом книга. Это своеобразный философский памятник эпохии. Поскольку, как бы, она переведена на ивелит, и мои ивелитские студенты, которые ничего не знают о русской философии, тем не менее, как бы, так сказать, когда прочитывают это, ничего более, уже после этого ничего не нужно, ни в какой другой философии это впечатление не перебьешь. Сколько бы ни рассказывать о Розенове, который не переведен, о Шестове, который отчасти перейден, просто бесполезно. Ничего выше и впечатлительнее вот этого диалога между двумя крупнейшими умами, они признавать, как бы, так сказать, не хотят, несмотря на все доказательства. Значит, они получают эту книгу в Палестине, Яфы, супруги, и Фрида Вениаминовна благодарит автора Гершемзона за то, что он имел ее, вашему первому привету, после такого долгого перерыва. Лев Борисович собирается ответить вам на все вопросы о нас и о нашей жизни здесь, а я пока хочу только написать вам, так как вся нахожусь под впечатлением вашей книги о том, как и почему она меня так сильно взволновала. Последние полгода, больше, чем когда бы то ни было, я болею этими вопросами. Я живу, делаю свои обычные хозяйственные дела, занимаюсь материнством, у меня была дочь и сын, вернее, дочь-сын, а потом еще родилась девочка. Это занятие, правда, пассивное, не требующее от меня волевого напряжения и сознательного творчества, но все же берущее целиком мое время. Я вожусь с людьми и как будто участвую в их жизни, а внутри меня идет непрерывная тяжелая работа со всем внешним, ничего общего не имеющая или имеющая, поскольку отвечает мне самой на мои вопросы. Я недавно перечла почти всего Толстого и о нем биографию Берекова. Я присматриваюсь к жизни молодежи, так называемых халузов, уже опростившихся, и, наконец, я сама тяжело и много работала физически, и вся жизнь для меня начала представлять интерес только с точки зрения культуры. Ее признание, отрицание или согласование с чем-то иным, что есть, но что мне еще не ясно. Люди здесь, в Палестине, жалуются на отсутствие культурной жизни, а я нахожу, что ее слишком много. С другой стороны, мне слишком знакомо то отупение внутреннее и огрубление внешнее, которое находит на человека, когда он после работы спит, а после сна работает и больше ничего. Знаю, что тут не вопрос о смысле жизни вообще, так как всякий человек, который в свое юно-критическое время не покончил с собой, решил этот вопрос положительно. Еще меньше этот вопрос выбора деятельности иной страны и условий, где легче было бы жить, соответственно, каким-нибудь догматом, будто толстовство, например, или что-нибудь другое. Чего и кого только здесь нет и каких только экспериментов люди не проделывают над собой и своими детьми, начиная с коммуны и кончая монастырями. А тем более, если взять на себя роль штопальщицы культурных рис, или, как здесь говорят, работу по национальному строительству. Но жить по-божьей это не значит так, как мы все живем, а как-то иначе. Как? И почему мы, детям нашим, готовим ту же бессмысленную жизнь? Разве в надежде, что они недорастут или перерастут нас? Я очень извиняюсь, дорогой Михаил Осипович, что заставила вас читать о себе вещи, которые, может быть, вас не интересуют, но в этом вина вашей волнующей книжечки, и, может быть, еще то, что у меня есть надежда получить от вас пару слов в ответ. Марии Борисовне мой сердечный привет и поцелуй также детям. Уважающий и преданная вам Фрида Яр. Ну, я думаю, что чтение переписки из двух углов – это уже будет оверкил. А вот судьбу еврейского народа, если, как бы, так сказать, есть такая возможность, я очень хотел бы, так сказать, чтобы вы ознакомились, значит, и сразу, естественно, как бы, так сказать, чтобы было понятно, а Мандельштам здесь при чем. И обратили внимание вы, есть ли какая-то связь между восьмистишием Мандельштама и судьбами еврейского народа Гершензона? Через два года после этого Гершензона не станет. На него сионистская, еврейская, ну, давайте без сиониста, еврейская печать, ну, сионистская, конечно, здесь очень уместно, потому что отреагирует на смерть, я имею в виду, на смерть Гершензона. Появились некрологии практически во всех органах печати, на всех языках, на которых разговаривали евреи. Реакция, если все-таки действительно говорить о печати сионистской, была сложная, почему сложная, потому что ушел большой, крупный человек, философ, один из когорты национальных гениев, с другой, потому что сионистский лагерь в лице самых его, как бы, так сказать, либеральных и самых-самых-самых представителей, скажем, там, не знаю, Жаботинского рассвета, издававшихся в это время в Париже, отреагировали жестко, потому как судьба еврейского народа – это сугубо антисианинский трактат, и в этом смысле, как бы, воспринимавшийся как антиеврейский трактат. При всем уважении снова, при всей, так сказать, при всей чести, которую отдает этому человеку, по-настоящему, действительно, как бы, так сказать, человеку неравнодушному ко всему, что касается человеческой мысли и ее беспредельных возможностей, в этом смысле, как бы, показательно, его переписка, я говорю, Гершинзона, с Львом Шестовым, не только переписка, так сказать, их встречи, так сказать, их единомыслие, если вообще, так сказать, это слово в данной связке уместно, их единодружие, когда, я имею в виду не биографические связи, а сугубо философские, и вместе с тем, как бы, так сказать, человек, который пошел, в общем-то, против определенного, определенного направления, опять-таки, еврейской философской мысли, сионистской мысли 20-го века. Поскольку, как бы, так сказать, обо всем этом поговорить нам есть ясно не удастся, уж слишком много всего и сложно, но привязывая к определенным текстам, в том числе к тексту Мандельштама, может быть, из этого что-то получится, по крайней мере, я буду считать свою работу, ну, более-не-менее законченность, какая-то закругленность в ней появится. Если вы позволите, на этом мы закончим. Если есть вопросы, пожалуйста, рад буду, если сумею на них ответить. Ариадна Александровна Скрябина, дочь великого русского композитора Александра Александровича Скрябина, которого не стало в 15-м году, он там поранил себе, заразил себе ГУГУ, когда ехал из Петербурга в поезде, в Москву, и от этого от этого умер. В 15-м году, значит, это был его второй брак, с Татьяной Федоровной начнется. Не зарегистрированный брак, поэтому Ариадна Александровна не носила официально фамилию своего отца, насколько, как бы, брак был не зарегистрирован. И от второго брака было трое детей. Была дочка Марина, самая старшая была Ариадна, она родилась в 15-м году в Геннере, когда композитор сочинял свою пойму «Экстаза». Я думаю, экстаз, в общем-то, проник, волны этого экстаза проникли в неукротимую натуру Ариадны Скрябиной, которая трижды была замужем за евреями, а в конце жизни, в 40-м году, перед, уже началась Вторая мировая война, уже немцы оккупировали Францию, часть Франции, они с Кнутом ушли на юг, в Тулу, создали там боевую организацию. Она, ну, еще раньше, раньше этого, когда они обвенчались, она приняла официальное еврейство, стала называться Сара Кнут. Я, значит, у них, у нее было несколько детей от разных браков. От первого брака с композитором Даниэлом Лазарюс у нее было две девочки. У Мириам я знал лично, ее уже нет. Вторая дочка ее была Бетти Кнут, Элизабет, Бетти Кнут, которая была сравеголова, террористка, которая охотилась за англичанами, совершала террористические акты в лехе Исхака Шамира. Когда я переписывался с Исхаком Шамиром, началось, как-то, так сказать, меня интересовалось, помнит ли он ее, или же я. Хорошо помню, она умерла в Израиле в 65-м году. Я с ней не встречался. От нее остались гениальные дети, которые, видимо, от крови скрябина какие-то. Вторым браком она была жената, замужем, прошу прощения, за французским писателем еврейского происхождения Межан, Рене Межан. Там был мальчик один, который живет ныне в Метули, в Израиле. Сложное существо. И, наконец, от брака с Кнутом у нее сын, мой близкий друг, Йоси, который живет в городе Холони, в Израиле, из которой мы вот никак не напишем книгу о его родителях на Иврите. Потому что в Израиле, к сожалению, несмотря на то, что Кнут и умер в Израиле, и даже пытался писать на Иврите, он прожил пять лет, я думаю, он овладел очень способным человеком. Его переводили, есть переводы, сохранились. Переводили его первые переводчики Израиля, Лео Гольдберг, Авраам Шленский, Эзра Зусман. Ну, по-настоящему крупные силы, с которыми он был знаком. Но времени было всего ограничено для жизни в Израиле, и он ушел. Похоронено в Калиевском кладбище. Обидно, что по существу это, я же скажу, крамольную вещь, и не обязательно ее разделять. Но, на мой взгляд, у человека, который внутри находится, и поэтому он всегда пристрастен, это единственный талантливый русско-еврейский поэт в 20-м веке. Просто других не было. Потому что, я не знаю, мои глаза в руках, там, ну, а на цене мы не говорим же, ну, приведите, если вы знаете, буду вам очень признателен и благодарен, если кого-то вы найдете и покажете, так сказать, что это действительно подлинная поэзия, подлинная литература, просто не знаю. Хотя, несмотря на то, что, конечно, поэты были и писали, но я думаю, что это один из самых, а может быть, самый, значительное имя, и пора уже его издать, наконец, в России. И... Продолжение следует...